Инфляция до конца года не превысит 7%, рассчитывают в Министерстве экономики. Ранее в правительстве прогнозировали не менее 9%. За 5 месяцев этот показатель сформировался на уровне 2,7%, и это исторический минимум за подобный период. Об ожиданиях и реалиях сегодня рассуждает наш экономический обозреватель Наталья Надольская. Добрый вечер, Наталья. Так насколько оптимистичен такой прогноз? Игорь, добрый вечер. Запланированный рост цен за этот год меньше, чем на 7%, вполне реальная перспектива. В последние месяцы индекс потребительских цен наименьший за много лет. В целом в стране сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле прирост потребительских цен составил 6,3%, в мае 6,1% в годовом выражении. Вместе с этим правительство собирается до конца 2018-го снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых. Дальнейшее изменение будет зависеть от инфляции, объема золотовалютных резервов и платежеспособности страны. Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию, чтобы замедлить их рост. Нововведение начнет действовать с 1 июля. Расти медленнее тарифы будут для потребителей реального сектора экономики. Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии остаются прежними. Улететь из Минска в Краснодар за 38 евро, а в Тель-Авив за 45. Национальная авиакомпания «Белавиа» расширила перечень направлений акции «Налетай». В рамках совместного с Коммерческим банком проекта участники акции могут оформить авиабилеты за несколько дней до вылета по секретному тарифу. Акция продлится все лето. Новые направления и авиабилеты будут добавляться не реже 7 раз в месяц. Напомню, национальный авиаперевозчик заказал у бразильского производителя самолетов «Эмбраер» еще два новых лайнера. Цена сделки почти 100 миллионов долларов. По случаю празднования Дня независимости Белорусская железная дорога назначила 20 дополнительных поездов в межрегиональном сообщении. 30 июня, 1, 3 и 4 июля дополнительные составы, а также прицепные вагоны в составах регулярных поездов будут курсировать по наиболее востребованным направлениям – Брест, Витебск, Гомель. У желающих приобрести билеты через интернет сегодня ночью могут возникнуть сложности. С 23 до 7 часов система продажи проездных документов онлайн будет недоступна в связи с проведением плановых технических работ. И о курсах валют. Российский рубль вернулся к росту. После падения на прошлой неделе по результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже он подорожал на 2,5 копейки в сравнении с пятницей. Российская валюта выросла до 3 рублей 25 копеек за сотню российских. Евро подешевел до 2 рублей 15 копеек, доллар потерял 0,33%, и теперь оценивается в рубль 92 копейки. Таковы основные деловые новости понедельника. Мы держим руку на пульсе экономики. Игорь.